В детской поликлинике сегодня было многолюдно. Более 50 человек решили принять участие в Дне донора. Среди них – почетные доноры и представители видновского благочиния. Кровь, насколько я понимаю, незаменима и постоянно нужна. Поэтому это то, что мы можем сделать для детей, для взрослых, для тех, кто нуждается. Мне кажется, это правильно и нужно делать. Это необходимо – помогать людям, спасать людей в трудной ситуации. Для меня это естественно. Мне родственникам, близким неоднократно необходима была кровь в операционный период. И, соответственно, меня оказывали к маме, к папе. Оказали помощь и благодаря этому просто спасли родителей. Поэтому я просто долги отдаю. Ежедневно три района Московской области принимают участие в Дне донора, пополняя банк Московской областной станции переливания крови. 22 января свой вклад в благое дело внесли жители Ленинского городского округа. Вся собранная кровь поедет на Московскую областную станцию. И там она будет подвержена обработке, обследованию и распределению на компоненты. Из одной дозы крови будет получена доза плазмы, возможно, доза тромбоцитов и доза Р-массы. Так что можно спасти будет трех человек. Сергей Хадыкин пришел сдавать кровь в сороковой раз. Впервые он стал донором в 2009 году. У меня отец просто был почетный донор Советского Союза, СССР. Я решил продолжить семейную традицию. Сын сдает. Так что у нас, наверное, семейная. Чтобы поучаствовать в акции, нужно было заполнить анкету донора, пройти осмотр врача и сдать экспресс-анализ крови. Если противопоказание не выявлено, можно проходить процедурную. Я не первый раз сдаю, много раз уже сдавала. Поэтому это для меня обычная процедура. Всего на этот раз удалось собрать почти 20 литров цельной крови. У шести добровольцев выявили противопоказание к процедуре. Частая ошибка – то, что доноры приходят голодные. Надо обязательно позавтракать. Это может быть легкий завтрак, чай, галеты, каша без масла. Ни в коем случае нельзя пить кофе. За час до сдачи крови ни в коем случае нельзя курить. Если в этот раз сдать кровь у вас не получилось, а стать донором желание есть, сделать благое дело, можно будет также 6 февраля в Развилковской амбулатории или 26 марта в Винновской детской поликлинике. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, ВИДНОТВ.